В соответствии с теорией диспенсациализма, которая возникла за последние 150 лет, главная идея состоит в следующем. 7 недель или 7 лет — это период Великой Скорби. И вы знаете, когда начнется период Великой Скорби. Когда Антихрист заключит завет с Израилем. Но это неправда. Потому что сказано, что Он заключит завет со многими на неделю. Но здесь могут быть только два значения. Первое. Антихрист заключит завет на 7 лет. Но в завете на 7 лет нет никакого смысла. «Израиль, я заключу с тобой завет на 7 лет, а потом разорву его». Почему Израиль должен вступать в 7-летний завет? Потом, в середине периода, Антихрист нарушает завет и начинает противостояние Израилю. Утверждение «заключит завет со многими на неделю» имеет другое значение. Антихрист все так же предлагает заключить завет. И показывает, что это надежный договор от Бога. Поэтому, что произошло с Ишуа? В течение 3,5 лет Его служения Он утверждал завет посредством знамений и чудес посредством Своего учения Ишуа вступил в этот завет подтверждая его знамениями и чудесами Затем, в середине 70-недельного периода вернее, 70-й недели Ишуа умер Он умер как жертва Поэтому жертвоприношения больше не действуют Я не думаю, что в храме совсем перестали приносить жертвы Но храмовые жертвоприношения уже не эффективны Что упоминается в Талмуде Ишуа воскресает из мертвых Потом происходит излияние Духа на праздник Пятидесятницы И теперь в течение 3,5 лет Ишуа содействует апостольской проповеди и чудесам Завет все еще утверждается в течение следующих 3,5 лет И в конце всего периода в 7 лет Израиль принял решение Израиль сказал Ишуа нет Во-первых, через старейшин Синедриона И большинство людей последовало за ними Хотя значительное меньшинство последовало за Ишуа Но только после 70 лет И мы точно не знаем, когда Но Бог дает 40 лет благодати А потом Иерусалим будет полностью разрушен Поэтому Антихрист оставит мерзость запустения Как и римский император Тит И затем окончательное опустошение Очень интересный момент в отношении книги Даниила Книги Даниила есть ссылка на период Великой Скорби Это период Маковеев Период Маковеев описан в малейших деталях Северный и Южный Царь Есть множество параллелей между периодом Маковеев И последними днями Антихрист последнего времени И Антихрист периода Маковеев объединены вместе И великая скорбь периода Маковеев длилась 3,5 года Именно столько времени нужно было Маковеям Чтобы победить греко-римлян и восстановить Храм Тот период очень похож на последние дни Потому что Антихрист не разрушит Израиль Но когда настанет очень темное время в истории Мессия придет и избавит нас Так же как было и во времена Маковеев Мессия одержал триумфальную победу Когда все уже казалось безнадежным В книге Даниила также описан период Римской империи Хотя о нем сказано меньше Знаете, что когда мы говорим о римском периоде Мы говорим о полном разрушении Иерусалима Чего не произошло в период Маковеев И не будет во времена правления Антихриста Все это связано вместе Поэтому о периоде Маковеев сказано Как о времени, времен и полувремени 1260 дней, 1290 дней Поэтому каждый скажет Похоже на то, что это половина периода 7 лет Но числа книги Откровения взяты из Маковейского периода И последний период Великой Скорби будет таким же Хотя в контексте Иоанн писал о периоде Римской империи Поэтому большая часть книги Даниила Не об Антихристе и последних днях Это книга о Маковейском периоде Но в середине описания Маковейского периода Текст также отображает далекое будущее Времени Антихриста последних дней Так есть некоторые стихи о последних днях Затем текст говорит о ближайшем будущем Относительно римского периода И когда пишет Даниил Все эти события как бы связаны вместе И вот почему этот текст трудно интерпретировать Вам понятно? Большинство людей неправильно интерпретируют книгу Даниила Потому что они не знают истории Маковейского периода Поэтому тот, кто заключит завет со многими на одну неделю Это Мессия На мой взгляд Итак, второй факт Я думаю, что тело Мессии должно возбудить весь Израиль к ревности И возвратить евреев к Господу И когда я прочитал все места Писания Ко мне пришло понимание Каким образом произойдут все эти события Не все сразу Вначале, когда евреи возревнуют из-за нас И Израиль будет собран вместе Вначале мы поможем восстановлению многочисленного остатка Израиля А в книге Откровения используется символическое число 10 144 тысячи Другими словами, спасенный остаток Израиля должен быть многочисленным Книга Откровения в принципе говорит о 144 тысячах мужчинах Есть два варианта Первый – это символичное Писание людей Или же это только мужчины И возможно будут 500 тысяч или миллионы верующих Но 144 тысячи Мы должны молиться, чтобы это число евреев возревновало и пришло к познанию Господа Мы должны молиться, чтобы Израиль возревновал И покаялся до того, как придет Мессия Покаяние до прихода Мессии, когда Израиль обращается к Мессии Чтобы Он избавил их от угнетения Антихриста Церковь может оказать влияние на весь этот процесс Помогая установлению мессианского еврейского движения И проявляя любовь к Израилю Итак, Израиль в своем великом горе Захочет обратиться к Иешуа И воззвать к Нему о спасении Если мы прочитаем 12 главу книги Захарии Здесь показана вся глубина личного покаяния Что произошло среди спасенного остатка Это призыв надежды И затем Израиль должен будет воевать В сверхъестественном помазании И потом они увидят возвращение Мессии Израиль сокрушается в глубоком покаянии Поэтому видно два уровня покаяния Первое до возвращения Иешуа И второе после возвращения Иешуа Первое покаяние, когда Израиль воззовет к Иешуа Чтобы он их спас от Антихриста И второе, когда каждый израильтян будет рыдать Во всей глубине покаяния Это повлечет за собой покаяние всех народов Так сказать, всемирный день искупления Йом-Кипур Поэтому церковь должна оказывать влияние на все это Церковь должна увидеть спасенный остаток Израиля Полное число спасенных из каждого народа Что приведет к спасению всего Израиля И в результате к спасению всех народов Давайте рассмотрим несколько стихов Вчера вечером мы читали 24 главу книги Матфея Матфея 24-14 Но сначала прочитаем Матфея 23-39 Давайте начнем с 37-го стиха В котором говорится об этом событии Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков И камнями побивающий посланных тебе Сколько раз я хотел собрать детей твоих Как птица собирает птенцов своих под крылья И вы не захотели Все оставляется вам дом ваш пуст Ибо сказано вам Не увидите меня отныне Доколе не воскликните Благословен гряды во имя Господне Что Израиль должен сказать Чтобы увидеть избавление Которое придет от Ишуа Они должны сказать эти слова Баруха Баба Шем Адонай Благословен тот, кто грядет во имя Господа Но это не отображает всю глубину личного покаяния Что можно увидеть в Захарии 12.10 Это покаяние приводит к Ишуа Как возможному ответу Поймите, что происходит 14 главе Захарии говорится Что народы вторглись в Израиль Город осажден Половина населения города Уведено в плен И потом приходит Господь Какие события происходят Между этими двумя стихами Вероятнее всего Собираются все лидеры Израиля И они говорят Что нам делать Все наши мечты разбиты в дребезги Израиль будет разрушен И они понимают Что испробовали все Мы попробовали ортодоксальную религию И это не помогло Мы попробовали социалистический сионизм И это не помогло А теперь нам по всей видимости Пришел конец И некоторые люди скажут И может они оставят нам Еврейских верующих Давайте вспомним нашу историю У нас не было свободы В течение двух тысяч лет Только очень малое время И не только это Но мы прошли холокост И все эти неприятности начались Две тысячи лет назад И кто-то скажет Мессианские евреи говорили Что это произойдет И когда это произойдет Мы воззовем к имени Господа Другие скажут Как мы можем это сделать Если мы примем Ишуа То мы будем должны подчиняться церкви А церковь преследовала нас На протяжении истории Им ответить Но ведь это не церковь наших дней По всему миру есть христиане Которые проявляют к нам любовь И многие из них отдали за нас свою жизнь Я верю, что многие должны будут Проявить любовь По отношению к евреям И чтобы преодолеть Изъяны истории Нужно проявить Высочайшую степень любви В это время Вселенская церковь Будет усиленно молиться Чтобы Израиль покаялся Поэтому у Израиля Будет свидетельство любви Церкви к ним Сила церкви Свидетельство мессианских евреев А также Это невероятная молитва По всему миру Израиль скажет Почему бы нам не попробовать это Может быть ответ Вишуа И я верю, что они воззовут Прямо в этот момент Благословен, кто грядет во имя Господа И это похоже на духовный ядерный взрыв Небеса расступаются Иешуа возвращается Он возвращается на Илеонскую гору И Израиль побеждает в войне последних дней Затем начинается Это более глубокое покаяние Израиля Итак, вы понимаете? Такая же модель есть в 11 главе Римлян Павел соединяет 23-24 главы Евангелия от Матфея В 11 главе Римлян Я верю, что 11 глава Римлян Самый важный текст эсхатологии в Новом Завете Потому что в нем показана эта модель Во-первых, спасение пришло к язычникам, чтобы возревновал Израиль И если их отказ прийти к Иешуа Это богатство для язычников То насколько же велико будет их принятие Другими словами, евреи принесут богатство народам Поэтому это как лестница Во-первых, мировой евангелизм Затем еврейский евангелизм Что подводит нас к следующей ступеньке Мировой евангелизм И еврейский евангелизм Что подводит нас к следующей ступеньке И пока это не будет происходить одновременно Мы не увидим возвращение Господа Поэтому Павел говорит в послании к римлянам В 11 главе 25 стихе Ибо не хочу оставить вас, братья В неведении о тайне сей Чтобы вы не мечтали о себе Что ожесточение произошло в Израиле От счастья до времени Пока войдет полное число язычников Итак, весь Израиль спасется Это не означает, что спасется Каждый когда-либо живший еврей Это значит, что весь еврейский народ Придет к Ишуа в конце времен И Бог уже говорил об этом В 26 стихе Как написано Придет от Сиона Избавитель И отвратит нечестие от Иакова И сей завет им от Меня Когда сниму с них грехи их В отношении к Боговестию Они враги ради вас А в отношении к избранию Возлюбленные Божьи ради отцов Ибо дары и призвания Божьи Не приложены Призвание евреев Не приложено Это призвание быть особым народом на земле Быть уникальным свидетелем существования Бога И быть уникальным свидетелем призвания евреев Богом в землю израильскую Что также включает и возобновление еврита У меня есть небольшая книга по непреложному призванию Она на португальском языке Поэтому вы сможете ее прочесть Есть также характерная еврейская особенность Видеть, как мир подходит к своему кульминационному моменту Или к кульминационному завершению Поэтому сейчас Павел говорит И как вы некогда были непослушны Богу А ныне помилованы По непослушанию их Так и они теперь непослушны для помилования вас Чтобы и сами они были помилованы Ибо всех заключил Бог в непослушании Чтобы всех помиловать Это эсхатология последних дней Евреи будут помилованы нееврейскими верующими Милость может быть проявлена в трех формах Во-первых, это молитва у евреев Чтобы они пришли к Ишуа И исполнили свое призвание Во-вторых, это дела любви и милости И в-третьих Это пожертвования на еврейское служение Но возвращаясь ко второму пункту Самое великое дело милости и любви Это показывает славу Ишуа среди нас Чтобы еврейский народ смог принять его И милость придает служению весомость Служение это служение Духа Святого Которое сверхъестественно Видите эсхатологию в 11 главе Книги Римлян? Кто из вас понимает? Это очень ясно И удивительно, как церковь пропускает этот момент Но церковь поймет это Должна понять до наступления последних дней Есть еще один факт в отношении последних дней И об этом даже не говорится в 11 главе Послания К Римлян Но об этом говорится в 17 главе Книги Иоанна И Ефесянам 4 главе Одна из предпосылок совершения всех этих событий Это состояние или положение церкви Верующих Нового Завета И это также эскатология И представляет для меня огромный интерес Ешуа молится в Иоанна 17 главе, стих 20 Давайте откроем этот отрывок И заметьте, что это молитва последних дней Это эскатологическая молитва Не о них же только молю Но и о верующих в Меня по слову их Да будут все едины, как Ты, Отче во Мне И Я в Тебе Так и они да будут в нас едины Да уверует мир, что Ты послал Меня И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им Да будут едины, как мы едины Я в них и Ты во Мне Да будут совершенны воедино И да познает мир, что Ты послал Меня И возлюбил их, как возлюбил Меня И возлюбил их, как возлюбил Меня Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне Потому что возлюбил Меня прежде основания мира Подумайте об этом, братья и сестры Яшуа молится об этом до того, как Он пошел в Гефсиманский сад Перед Его распятием И Он молится о единстве тела верующих Чтобы поверил мир И мы были там, где Он Хочу, чтобы вы увидели применение этого стиха Что очень удивительно Если должно быть такое же единство, которое существует у Ишуа с Его Отцом Это означает, что барьеры разделения между общинами верующих должны быть разрушены Он молится, чтобы сила Святого Духа привела нас к единству И Он приведет, если между нами будет такая любовь То, что я называю молитвой единства И сотрудничающего единства Сотрудничающее единство требует единства среди лидеров Потому что мы должны вместе принимать участие в евангелициационных кампаниях Вместе принимать участие в последующей работе Мы также должны признавать правильную церковную дисциплину Продолжение следует...